Радио Камчатка. Гость в студии. 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 И сотрудники госавтоинспекции уже будут принимать меры к этой, ну и приедут, будут оформлять, либо будут указывать вам, что делать конкретно на этом месте. Ну, сотрудник полиции дежурной части это будет указывать. Ну, и нужно просто требование выполнять его. Конкретной статистики нету, но в летний период, естественно, конечно, у нас ям больше, дорога вся оттаивает, да, ямы эти появляются и ДТП эти случаются. Уверен, что это больше, конечно, чем в зимний период таких ситуаций. Ну, вообще, это очень важная информация, если вы вдруг сейчас на весенней дороге попали в яму, разбили свой автомобиль, поставили там колесо, подвеску, бамперы и далее по списку, не уезжайте с места ДТП. Не все об этом знают. В большинстве своем люди доезжают каким-то образом до ближайшего СТО, ремонтируют повреждения и, собственно, на этом все. А на самом деле нужно оставаться на месте, вызывать инспекторов ГИБДД, которые фиксируют все это дело. И потом можно идти в суд и взыскивать ущерб с владельца дороги. Я все верно говорю? Да, вы верно сказали. Но, получается, здесь, конечно, каждый так не будет в любом случае делать. Потому что не знают. Да, те, кто не знают, так и не делают, да. И не у каждого время, например, есть. То есть, если кто-то там колесо да повредил какой-то резина, то есть, если у него там средства как-то позволяют, он, конечно, не станет это делать, не станет оформлять ДТП. Это время он больше потеряет. То есть, у него больше каких-то проблем вот этих вот с судом, с юристами, вот это образуется. Но те, кто, да, это знает, и те, кто есть возможность, рекомендуется это делать, да, конечно, оформлять ДТП и, ну, возмещать ущерб, который был им причинен, так сказать, вот и все. А всегда ли обязательно выезжать на место ДТП или достаточно будет фотографий, например, с места происшествия? Вот он встал посреди дороги в яму, и чтобы там, ну, затор не создавать, он все пофоткал, вам отправил или обязательно визит инспектору? В этой ситуации необходимо, да, выйти из транспортного средства, увидеть, что случилось ДТП, да, зафотографировать, зафиксировать с нескольких сторон и позвонить обязательно в дежурную часть госавтоинспекции. Все, они вам дежурный или помощник дежурного объяснят, что делать. Я думаю, что, чтобы не создавать затор, сотрудник, скорее всего, вам скажет, отодвиньте транспортное средство, где-то рядом поставьте, чтобы не закрывать проезд, но фотографии сделайте. Все, вот это нужно, необходимо сделать. И дальше уже сотрудник приедет, он уже будет видеть фиксацию на фотоаппарат, да, и зафиксирует эту яму, как все, какая она там, размеры, что там это, то есть все задокументирует. Ну, лучше позвонить дежурную часть и сказать, и дежурный уже вам сам объяснит, как убрать машину или не убирать, то есть лучше указанием дежурного следовать. Ну и традиционный вопрос инспектору ГИБДД, что там у нас статистика говорит дорожная? Потому что каждый день мы в своих соцсетях видим фотографии с разных районов города и края, тут столкнулись, там столкнулись, что у нас говорит статистика? Ну, статистика у нас такова, вот на сегодняшний, на вчерашний, так сказать, день, на 17 апреля, потому что сегодняшний день еще не закончился, только начался, да. Вот, на 17 апреля 2024 года у нас статистика такова, что количество ДТП у нас, ДТП, в которых пострадали люди, у нас 96. Это небольшой рост, так сказать, на 22 ДТП, чем за аналогичный период прошлого года, 96 на 17 апреля. И в них, в этих ДТП пострадали 123 человека, за аналогичный период 98 человек пострадало, то есть у нас в этом году и ДТП с пострадавшими больше, и пострадавших самих больше на некоторое количество. Также у нас есть статистика по пострадавшим детям, это 9 человек, по краю, это статистика по Камчатскому краю говорю, 9 человек пострадало, за аналогичный период 10, то есть на 1 у нас меньше пострадало, чем в прошлом году. И погибших у нас также есть статистика по погибшим. По краю у нас 4 человека погибло на сегодняшний день, на вчерашний день. За аналогичный период прошлого года эта цифра была 8. То есть по погибшим немножко меньше, в 2 раза. В 2 раза меньше, чем в прошлом году. Вот в Петропавловске у нас только погибло получается 3 человека, в Ельзово 1. Вот такая статистика, в общем. Ну и большинство этих аварий, конечно же, происходит потому, что люди не соблюдают правила дорожного движения. У нас сегодня опрос интересный был с утра в утреннем шоу. Мы спрашивали у наших радиослушателей в рамках анонимного, конечно же, опроса. Каким образом они нарушают ДТП? Смотрели? ПДД. ПДД. Ой, да. А что я сказала? ДТП. Ой, да. Каждую неделю даем какие-то цифры, сколько за неделю нарушений по камерам у нас произошло по краю. И эта цифра в летний период увеличивается чуть ли не в 2 раза, в самый пик лета. У нас чуть ли не в 2 раза, чем в пик, в зимний период, в самый зимний период. То есть в 2 раза скорость. Ну и это естественно получается. Дороги немножко стали более лучше. Ну как лучше, имею в виду не скользкие, сухие, да. Можно скорость немножко прибавить. И люди этим, конечно, пользуются. И совершают нарушения. Правонарушения вот из-за скоростного режима. И ситуации эти всякие по разным этим ДТП и происходят, конечно же. Ну, кстати, про скорость, про обгон. Мы вчера выпускали материал с вашим участием про скрытые патрули, которые дежурят у нас на загородных трассах без напознавательных знаков. И смотрят, кто как ездит. И вот там видео было представлено. Ну, честно говоря, ну страшно такое смотреть, когда поворот такой сложный. И на встречной полосе, на огромной скорости несется машина. И, ну, много таких. Ну, таких ситуаций, да, достаточно много. Самое, вот, одно из самых таких опасных происшествий, это когда выезд на встречную полосу. Ну, и на перекрестках также, когда на скорости едут. И раньше, когда вот до строительства, до строительства вот этой объездной дороги, когда она была еще не такая, да, у нас шикарная, хорошая. Там вообще, вот у нас гибли люди, ну, очень часто. Ну, слабая освещенность тоже, конечно, такой фактор. Да, есть слабая освещенность, конечно. И то, что и на полосу встречного движения выезжали, потому что двухполосное было движение. Сейчас она четырехполосная, все. И этим бордюром, ограждением разделяемые потоки. Это очень, конечно, способствует повышению безопасности. Очень. Это прям значительно. Вот я еще точную статистику не вымерял, не делал, но вот хочу в ближайшее время это сделать, чтобы прям посмотреть, сколько было тогда, когда эта дорога не была построена. И теперь, когда вот она уже построена, то есть уже вот эти вот цифры есть. И я прям это сделаю и хочу вот их потом, конечно, осветить, эти цифры. То есть, насколько увеличилась безопасность, сколько сократилось количество ДТП и пострадавших, и смертей на этой дороге. Ну, а мы обязательно пригласим вас в эфир, чтобы узнать эти данные. Это была полезная 10-минутка, да, сколько у нас там. С инспектором, с старшим инспектором пропаганды правил дорожного движения отдела ГИБДД по Петропавловску Сергеем Панасюковым. Спасибо, что заглянули к нам этим утром. И до встречи в эфире. До свидания. До свидания. Гость в студии на радио Камчатка.